здравствуйте уважаемые профессионалы и любителей шашечной игры сегодня мы совместно с мастером из города ярославль иваном смурковым разберем вариант из старой партии ну или еще по-другому этот дебют можно назвать игра ковришкина здорово иван привет олег приветствую всех зрителей сегодня будут меня испытывать сколько я смогу найти правильных решений потому что я ничего не разбирал вот олег будет меня проверять да и разбор будет идти по мотивам партии с командного чемпионата россии 2022 года играли гроссмейстер никита славянов и мастер спорта я не сафин значит соперником выпала следующая жеребьевка дебюта cd4 dc5 dc3 fg5 cb4 ed6 обязательные ходы ну и в первой партии ссылку оставлю верхнем правом углу кто не смотрел обязательно посмотрите никита славянов вернее я не сафин игравший белыми сыграл b5 а во второй партии никита славянов игравший белыми решил открыл отклониться от этого варианта и сыграл cd2 тоже интересный ход здесь белые давят но черные в принципе могут получить интересную контур игру ну и в этой позиции я не сафин разменялся b5 давайте рассмотрим сперва партию в партии я не сыграл b5 белые побили на b6 черные на c3 белые на d4 ну и как бы черные здесь не били на самом деле здесь преимущество у белых то есть партии я не сразменялся c на a5 то есть предлагая белым разменяться dc5 но здесь белые могут и не меняться то есть партии было ab2 черные уже сами разменялись назад и белые начали разворачивать свой мощный центр далее партии было ab4 gh4 gf4 gf6 белые разменялись fe5 вкратце рассмотрим возможные варианты потому что здесь особо ничего интересного нет hg7 hg3 gf6 d3 fe5 gf4 белые временно пожертвовали шашку и уже полностью оккупировали центр gh2 fe7 бой на f4 ef6 белые играют e d4 ну и в этой позиции белые уже победили то есть я не сыграл cb6 и никита точно ответил d e5 ну надо бить b на d4 белые бьют назад и здесь уже спасения не видно dc7 cd4 cd6 ba3 черные еще откинули шашку белых ходом hg5 и сыграли d e5 попробуя прорваться по ослабленному правому флангу белых но белые сыграли hg7 и здесь можете сами убедиться черным остается только сдаться если бить назад тогда шашка белых f6 безнаказанно проходит в дамке а если бить в эту сторону то здесь уже шашка e5 проходит на h8 и белые легко побеждают именно так и победил никита ставянов во второй партии микроматча то есть друзья в этой позиции я все таки предлагаю играть более интересный вариант gh4 и вот в этой позиции у белых есть два хода gf4 и b5 иван какой первый ход рассмотрим ну давайте какой просится для тебя ну для меня b5 просится больше b5 а ну давай gf4 хорошо после gf4 черным здесь уже надо меняться потому что остальное уже выглядит ну так скажем подозрительно кстати возможно еще в этой позиции ход gf6 и после допустим хода b5 можно сыграть либо de7 либо fg5 эти варианты мы потом рассмотрим но все таки в этой позиции я предлагаю играть b5 белые бьют на b6 черные на c5 заставляют белых сделать ход hg3 другого нет ну и после размена белым надо бить две шашки иначе плохо черные бьют на а5 ну и здесь как бы ты сыграл Иван за белых ну на вид на b2 какой-то удар есть hg5 f7 непонятно что там будет может быть e d4 лучше сразу вот e d4 как бы не дает преимущества потому что черные здесь уже могут разменяться назад и позиция за счет застрявшей шашки белых g3 ну у черных видите тоже отсталая шашка h8 здесь примерно равная позиция здесь особо ничего интересного нет а ловушка за белых есть в следующем варианте ab4 бой бой и здесь белые могут провести интересную атаку ну необязательный вариант приведу но интересный d e7 то есть черные грозят d e5 сыграть можно сыграть b5 но там особо ничего интересного нет а вот после e d4 есть ловушка допустим gf6 уже видите d e5 угроза стоит здесь можно сыграть либо dc5 либо b5 мне нравится больше в ход b5 вроде бы простая позиция кажется на вид то есть черные меняются d e5 и вот здесь Иван какую бы ты сторону побил на g3 или на e3 сейчас пару секунд ну ладно давай посмотрим если на g3 давайте простое уравнение простое уравнение попробуй найти за черных буквально доходы f e5 f g7 наверное да молодец то есть здесь уже надо отходить тогда черные меняются и возникает примерно равная позиция поэтому я бы на e3 да поэтому белые бьют естественно на e3 но здесь тоже кажется вроде бы уравнение то есть f g7 грозит f e5 а видите e f4 играть невозможно потому что черные нападают надо отходить затем допустим меняются ну и постепенно прорываются на ослабленном фланге белых согласен ну здесь да так то есть после f g7 именно надо играть dc5 и вот здесь ловушка как раз проходит смотрите f e5 a b6 h g5 b7 g a6 c b6 черные меняются на поле f4 все логично да и белые жертвуют шашку и вот здесь важно запомнить надо сделать ход именно ef2 и вот здесь стоит ловушка куда ходить за черных куда бы ты пошел так надо подумать я подозреваю что e d4 плохо да 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 и d4 и dc5 на самом деле ведет к тому же этот ход проигрывает ну давайте рассмотрим допустим e d4 какой-то удар будет ставим дамку на b8 я b2 типа то есть если отдавать просто тогда объем на g3 допустим ну не знаю куда либо сюда либо сюда просто сыграли gf4 ну и выиграем эту позицию минимум да ну это выиграна позиция то есть если закрываться тогда просто а b2 и видишь стоит угроза то есть на hg7 просто отдали bc3 fe3 ну и три шашки побили с легким выигрышем вот такая незамысловатая ловушка но я думаю соперник может попасть да именно в этой позиции надо играть hg7 тогда белые играют ab8 единственный ход тут gf6 и здесь белые ставят еще одну ловушечку ab2 вот так под сейт нот можно попасться то есть видишь если отдать допустим то столбняк возникает вот так на дураках с такого поражения можно бросить шашки да 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 то есть после хода ab2 просто играем hg5 bc3 gh4 ну и допустим так можно разменяться ну как вариант ничья вот такая ловушка была возможна после хода gf4 рассмотрели вариант теперь давай рассмотрим ход b5 более сильный ход и здесь у черных есть два хода gf6 он уже проигрывает практически и d e7 но после d e7 есть ловушки и после gf6 тоже есть ловушки за черных белые могут даже проиграть если будут играть неправильно какой был вариант давайте сначала который проигрывает наверное gf6 ну который почти проигрывает давай так если gf6 играть смотри тут сильнейший ход gf4 тогда надо играть fg5 ну уже как бы можно конечно d e7 сыграть свести партию ничейным ничейным позициям но мы рассмотрим именно плант fg5 то есть помнишь если белые играли gf4 то может позиция свестись вот первому варианту помнишь то есть здесь уже смотри bc3 допустим то есть получается не gf6 а именно fg5 уже почти проигрывает ну да не gf6 именно fg5 да после gf6 может d e7 еще сыграть да 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 согласен и вот в этой позиции черная игра та же 7 как бы ты тут пошел за белых ну сразу сходу ab2 конечно хочется вот давай рассмотрим ab2 этот ход проигрывает замечательно с ума сойти да вообще неожиданно помнишь что-то подобное когда шашка e11 c11 там выигрывает да смотри gf6 куда ходить ну я думал наверно типа d e5 поменяться если d e5 да основной вариант тогда играем fe7 так то есть надо играть hg3 другого нет тогда жертвуем шашку cd4 да 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 я так и знал отдали и просто ef6 куда ходить cb4 надо ab4 не а после ab4 abc5 сыграю все равно b3 закроешься то есть cb4 играем более гибкий ход и после bc5 либо dc3 есть либо bc3 если dc3 тогда уже ab6 полностью поджались не давая хода cd4 ну и как тут я не знаю тут gh2 просто fe5 все закончили упражнение да то есть а если bc3 тут еще возможно такой вариант например как было в партии винарский винарский ковришкин 1940 года fe5 sh2 ну белым надо жертвовать уже что-то допустим cd4 вернее черным cd4 и черные прорываются на поле c1 именно сюда то есть идея такая что если белые ставят дамку а другого варианта нет просто ловим ее ну и тут все форсировано заканчивается например cd4 напали надо отходить просто сыграли fg5 может сдаться смело без вариантов очень быстро все заканчивается прикольно я особо не считал такой вариант да вот в блице особенно это вообще ходовой вариант то есть этот вариант указан международным гроссмейстером Евгением Кондраченко перед видео советовался с ним очень много вариантов показал Евгений то есть в этой позиции еще возможен ход fe5 мы d5 рассмотрели еще ход fe5 давай его рассмотрим допустим побили fg3 побили ну и здесь черные тоже побеждают допустим gf4 c1 да эншпиль вообще ну так вкратце рассмотрим примерный план игры белые ставят дамку черные бьют на f4 ну и белые допустим играют cb4 как-то пытаются увести шашки на фланг чтоб они были не так подвержены атаке здесь черные могут сыграть d7 ну и здесь возможны по-моему два плана игры то есть если белые играют дамкой на c3 тогда уже меняемся это bc5 и здесь важно побить именно на поле c5 а на e5 уже ничья будет на самом деле то есть там не выиграть можете самостоятельно убедиться именно на c5 бьем вот видимо да да и тут видите грозит под cd4 и cd6 с ловлей дамки белые допустим уходят на e1 тогда cd4 видите ходить вообще дамкой некуда везде петли поэтому белым остается играть только gf2 очень такая интересная позиция то есть белая дамка практически лишена возможных ходов тогда играем fe3 и на ход fg3 играем ef2 ну здесь допустим после размена черные играют на f4 ну и постоянно стоит угроза fg7 либо черные проводят еще одну дамку ну я думаю тут особых проблем не будет с реализацией согласен ну да белую дамку просто в дизморали какой-то отправили второй возможен ход в этой позиции то есть мы рассмотрели ход дамкой на c3 еще возможный был размен bc5 давайте рассмотрим его примерный план игры то есть понятно своей головой надо играть но примерный план игры покажу тут проще всего разменяться fg3 побить допустим на 6 и видите стоит угроза fg7 и f6 видишь нет ой подожди ну не fg7 f6 ну в смысле cd6 сыграем а потом будем fg7 и cd6 или или cd6 сыграем потом допустим d5 и bc7 будем грозить такая угроза допустим белый играет дамкой на g7 тогда играем cd6 ну и все тут уже видишь что-то как-то некуда ходить куда ты как ты в том видео разбирал что то есть похожее да ну если допустим уходят на е1 уже постепенно проводим шашки в дамке допустим cd6 сыграем и постепенно проводим шашки в дамке снова тут море петель то есть белая дамка очень неуютно себя чувствует ну примерный план игры понятный шпиль сложный так еще по моему в этой позиции ход hg3 возможен вот здесь все таки ничья за белых есть ладно открою секрет ничья здесь есть ну вот такая знаешь чисто компьютерная то есть партии скорее всего соперник не найдет если а b2 пойдет скорее всего проиграет то есть после hg3 играем fe7 и здесь d e5 уже проигрывает d e5 снова эта позиция получается помнишь играем cd4 f6 ну и все выигрываем а здесь спасает ход g h2 неожиданный а если жертву двух провести fe5 cd4 и bc5 как отдать fe5 здесь не ну это что такие страшные варианты нет 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 h2 h2 сходи за белых cd4 и bc5 но тут как минимум такой есть вот я уже выиграть не проходит но это нормально да ищем возможные варианты cb4 здесь лучше всего сыграть и у белых единственный вариант b3 тогда bc5 и здесь после хода cd4 все-таки есть ничья сложная но есть b7 допустим побили назад тогда ед6 лучше всего бить на а5 cd4 dc5 но практически все форсировано надо играть dc3 другого нет dc7 лучший ход и на ход cd4 меняемся назад далее а b4 cb6 ед2 с угрозой допустим f5 ну и на ход bc5 надо играть f5 единственный ход дк далеко не очевидная ничья забила черный бьет на d4 надо играть b5 после размена dc3 все-таки есть ничья допустим не d4 меняться назад а b6 ну и белая здесь еще можно повозить да но все-таки позиция ничейная вот это единственная ничья очень тяжелая после хода а b2 то есть в этой позиции очень большие шансы у белых у черных на выигрыш но самое интересное в этой позиции возможно после размена fg3 смотри а здесь уже белые побеждают на самом деле смотри gf6 gh4 fe5 размен h на f6 побили hg3 gf6 gh4 ну и здесь очень долго считалось что надо играть d7 теперь белый град а b2 ну и черным видишь надо проводить жертву а другого нет hg5 и d5 ну просто нет другого все проигрывает попробуй найти выигрыш за белых куда бы пошел выигрыш за белых я подозреваю что просто же 5 естественно не выигрывает там дамка ловится да вот смотри hg5 тут красивые варианты разменялись играем cb4 и бьем ну и дамка ловится например сюда hg3 побили побили здесь еще интересный вариант есть позиция похоже на позицию из партии допустим аники кондриченко аникиев помнишь там был такой эншпель то есть отдаем одну шашку затем еще одну и играем d3 вся бы 6 вещь нельзя из-за простого еды 4 поэтому на учреждении шашка 6 да вот без эти без этой детали шашек h6 и f8 была позиция вот если бы этих шашек не было это выигрыш забил а вот в этой позиции все-таки оказывается ничья смотри b3 a b6 a b4 cd6 еды 4 надо должен быть а как надо делать ничья такая dc5 сюда ефи 3 и находки f6 и f2 ладно домашнее задание зрителям попробуйте найти выигрыш вот в этой позиции после хода bc5 мы что-то не можем пока найти прямом на видео в прямом эфире тут ничья есть а потом все-таки выяснилось после анализа гроссмейстера цирика что у белых очень красивый выигрыш а b4 сумасшедший код hg5 и белые прорываются в дамки но здесь есть несколько вариантов смотри если черные играют дамкой на а3 тогда cb4 вроде бы кажется ничья да у черных много шашек на самом деле ничьи нет аж на же три играем еда 4 все ножи h2 отдали и выиграли ничьи нет четко то есть еще раз какие еще варианты здесь возможны если допустим сыграть hg3 попробуй найти выигрыш но тут простой выигрыш нет черных же дамка будет не еф4 нему типа и ловим сразу же 2 4 не выигрывает так у черных же дамка на c1 смотри еф4 то есть шашкой дамкой бить нельзя ну просто допустим так побили и выиграли а если допустим черные бьют шашкой тогда здесь точный эншпиль кстати не такой простой играем дамкой на g5 черные бьют и надо побить на поле d2 лучший ход чтобы на ход bc5 сыграть на поле c1 такая точная позиция ну здесь cb6 cd6 играть бесполезно давайте рассмотрим два хода cb4 и cd4 допустим cb4 куда бы ты сыграл а б6 нету удара нет нету жалко но как-то сразу не ловится как-то что лиц 2 или что делать нету дамкой на g5 лучше всего пойти смотри такая идея смотри такая идея то есть на ход едой 4 но меняться бесполезно играем cb2 сумасшедшее нападение оппозиция оппозиция пользует белых то есть ну ловить надо другого нет даже f2 dc5 fe3 ну и можно сдаться дам шашка на и 3 хорошо да вот 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 в этом сути было то есть после c1 так мы рассмотрели cb4 еще возможен ход cd4 тогда здесь и уже играем на а3 бой бой ну и снова эта позиция получается самая да то есть а если допустим cd6 сыграть тогда cb2 лишь и на еф4 просто играем gf2 ну потом нападаем c1 ну и выиграем тут ничего сложного нет так и еще рассмотрим анализ гроссмейстера владимира голосуева после хода fe7 в этой позиции надо бить черный играет bc5 белые уходят на h8 черные допустим меняются cb6 и белые ловят дамку черным еф4 бой бой кажется что черные достигают ничей например а ж3 и а b6 пишу гроза d5 стоит неотразимая но здесь выигрыш оказывается а ж3 d5 поймали вроде дамку просто пожертвовали лишнюю шашку cd4 да просто но со вкусом то есть разобрали эта позиция проигранная за черных после жертвы а ж5 но потом выяснилось что кроме хода d7 в этой позиции есть сразу же жертва а ж5 да и d5 вот здесь уже другой выигрыш надо играть а b4 и а ж5 тоже рассмотрим сейчас анализ гроссмейстера владимира голосуева допустим bc5 еф4 а b2 ну здесь как бы ты сыграл на белых может быть поменять эту шашку эфи 5 а вот эфи 5 ведет к ничей единственный выигрыш тут cb4 и после размена смотри тут все красиво сходится d7 надо ловить иначе белые прорвутся в дамке белый отдают шашку а б6 и игра так и 5 и на ход а б6 куда бы ты пошел тут красиво а так сейчас секунду самое главное не жадничать а дать собачьи 3 6 да молодец а б4 еф6 ну и все тут все очень быстро заканчивать и сумма жители уже 7 cb4 g8 b5 просто дамкой на d4 сыграли выиграну как говорится уже своей головой немаленькие согласен что своей головой да что него и что немаленькие что своей головой вот такие интересные варианты были возможны в этой позиции после плана gf6 и fg5 а я анализировал в этой позиции ход d7 тогда gf4 и gf6 кстати можно сыграть и gf6 допустим и на gf4 d7 сыграть да ну да да вот сейчас в этой позиции за белых возможны два плана dc3 и fg3 которые рассмотрим первым давайте fg3 fg3 наиболее сильный ход в этой позиции здесь надо черным играть вообще ювелирным для достижения ничьей после fg3 надо играть hg7 ну белых есть два варианта gf4 и gf2 после gf2 черные находятся на грани поражения то есть надо жертвовать hg5 играть de5 и тут у белых есть два варианта bc3 и dc3 какой рассмотрим план dc3 dc3 тут вообще красивые варианты вот это по моему нигде нету то есть это и варианты были найдены мной играем f4 но на e5 бить надо согласен согласен еда 6 смотри как все перевернуть куда ходить у меня хотят три шашки забрать куда ходить единственный ход все остальное проигрывать здесь не торопись мне кажется меня нет шансов найти ну ладно я попробую так ну на скидку любой ход говори еф4 не проигрывает проигрывать и образоваться не 1 а b4 а вообще сумасшедший ход смотри но в голову даже не придет то есть это назвать а b4 но я видел просто меня три шашки сидят то есть тут бьем на g5 белые бьют на f4 но здесь не чая есть ученых dc5 надо закрываться и здесь как бы ты сыграл зачем тоже единственный ход так здесь уже черным на быть осторожным cd6 cd6 да вот это единственный ход два варианта есть бить е на c7 и а на c7 куда рассмотрим первый а на c7 тогда играем фе7 бой допустим на b6 и лучше всего побить f на f2 белые бьют на e5 черные на c5 ну и здесь куда бы ты пошел может но шашка сначала да да шашку надо давать потому что нападать сразу же нельзя просто откинем и обрежем белых от похода в данных выигрышах да совершенно верно то есть отдаем шашку сперва затем заходим в любки ну и тут простая ничья и 6 6 и находится до 4 жертвам шашку ну и обоюдный прорыв дамки ничья уже ничего особо интересного нет так второй размен если побить е на c7 куда бы ты побил вперед или назад один бой проигрывает второй нет я я не сомневался секунды сейчас тут уже аккуратно ноги так 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 но я подозреваю что добить вперед бой назад по проигрывает бой назад это ничья бой вперед проигрывает смотри ничью сперва рассмотрим после всех перебоев но допустим 4 но может быть 70 может так допустим ничья тут не выиграть простой вариант а смотри если бы вперед побили черное тут уже выиграно убил бьем на е5 ну и на ход офисе им побили побили найди выигрыш за белых аж 3 присос очка работают до приходится бить наш 4 легким выигрышем нас я на скорости не очень считаю но нет нормально рассмотрели вот этот вариант dc3 а еще возможен вариант bc3 более сильный вариант за белых то есть для блица в принципе можно черным ловить вот если белые пойдут dc3 можно ведь ловить там не факт что они хота b4 найдут крестью не проиграют да то есть и вот эти варианты полезны знать и за белых и за черных здесь уже надо проводить комбинацию черных cb4 и cd6 другого нет побили побили на b4 побили на опять черные прорываются в дамки и получаться такой непонятный веншпиль у кого лучше вопрос да так с виду не ясно белым надо ставить дамку ну здесь кстати можно просто белым допустим же аж 4 разменяться и ничья будет то есть и белые черные ловят как бы дамки до белых лишняя шашка но лучше здесь поставить дамку на самом деле то есть вроде бы кажется что черные уходят дамку уводят на c3 и видишь грозят поймать дамку белых но на самом деле здесь у преимущество у белых большое возвращаем лишнюю шашку и нападаем с поля опять куда ходить то есть я здесь рассмотрел вот такой допустим вариант можно конечно дамкой сыграть на d4 можно на е5 сыграть да я рассмотрел вариант cb4 тут уже как говорится тоже домашнее задание кто желает шлифуйте варианты уже как говорится до последней шашки не буду показывать покажу вот такой необязательный вариант красивый после cb4 черные на грани поражения но ничья есть смотри красивый вариант е до 4 черные бьют куда бы ты побил дамкой белых если мы побьем на c3 у нас будет поровну поровну да там ничья ну давайте на d2 на d2 да чтоб защитить шашку f2 а на самом деле здесь лучше побить на е1 в чем идея то есть грозит gf4 да поэтому черным приходится нападать а мы здесь ловим дамку просто играем и фи 3 я же 3 и бьем наш 4 лишь полностью связали 4 шашки черных и здесь сложная ничья куда бы ты за черных пошел единственные ходы по ходу в 7 надо сделать единственный обалдеть так но отдавать пока рано или сразу надо давайте не б 7 уже проигрывал тоже проигрывает афи 5 ты отдашь я же это подорву поле d8 я просто вернусь 7 до здесь единственный ход а b2 здесь видишь надо взаимодействовать ладно подкатка cd6 мы держим шашки в кулаке не не разбрасывая чтобы шесть тоже проигрывает понятно играем тогда нападаем все же проигрывает надо играть только на c5 да черн белый играет на b8 заходят сзади видишь здесь надо играть cd4 вот это все единственные коды все остальные варианты проигрывают как говорится зрители уже тут сами ищите выигрыш у белых выигрыш тех вариантов просто нападаем сзади да и тут надо пожертвовать их и 5 и сыграть gf6 то есть с угрозой и в 4 приходится отходить и в 2 ну тогда уже и в 4 ну тут уже ничья очевидно как говорится уже сами со мной такую ничего сделали обочине расстроился да вот как бы тут серьезное преимущество у белых видишь так что как бы я не знаю можно то есть вот в этой позиции все таки либо тянуть gf6 и fg5 да но это проигрывает либо gf6 и d7 играть все таки ничья есть но тоже как бы позиция не айс и там и там есть ловушки короче ну еще давайте рассмотрим ход после gf6 ход dc3 мы не рассмотрели правильно тоже интересное продолжение вот здесь уже есть ловушки за черных смотри fg5 ну здесь такой полу форсированный вариант допустим cb4 hg7 о и f6 bc3 fe5 размен назад смотри белый играет не до 2 черная же 7 ну и как бы ты пошел в этой позиции за белых так 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 мне проведут комбинацию если я пойду так как я хотел сначала ну что получается cd4 остается до cd4 правильный план а вот ход а b2 я кстати так проиграл бразильские шашки пришел кулю да 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 вот кажется b2 вот ну любой пошел бы так пулю как говорится когда у тебя там пару секунд на ход обдумывания я вот так пошел и в итоге проиграл бразильские шашки вроде бы кажется что черным ходить некуда то есть на gf6 там уже 3 идет да и f6 нету но остается только сдаться на самом деле тут комбинация cd4 ну и как бы белые не побили они здесь поигрывают допустим сюда побили комбинация воронцова то есть отдаем gf6 dc5 затем бьем на поле а1 кстати комбинация хочу обратить внимание проходит и в русские бразильские шашки на секундочку то есть бразильские именно вот таким образом играем да ну и надо ставить тогда ловится дамка вот именно так меня и выиграли красиво так ну еще тут подожди еще тут второй бой надо рассмотреть да ну допустим если сюда тут тоже самое да как бы тут немножко другой вариант да то есть на оставить дамка тут же ловится и черные побеждают ну практически то же самое правильно играть cd4 и здесь у белых у черных есть два хода жив 6 и не в 61 ход проигрывает куда бы ты пошел начинается так давайте мы пойдем ладно не буду долго считать давайте ехать пойдем ехать до ничейный вариант что больше хочется смотри тут что получается dc3 устояла угроза до и 5 правильно да чёрные меняться до и 5 появляется ну и тут форсированный вариант смотри а b2 hg5 hg3 d6 gf4 g6 ну здесь тоже два варианта есть либо меняться до и 5 либо проведите комбинацию fg3 давай рассмотрим оба варианта если fg3 и dc5 ну тут без разницы как бить все к этому варианту сводится допустим побили b на d4 бой бой поставили дамку надо бить здесь черные отдают шашку здесь белым надо играть аккуратно то есть если побить на h8 черные прорвутся в дамки ну и тут еще как бы это белых наверно могут повозить у черных поприятнее да эншпиль поэтому лучше побить на е7 ой на f6 и после хода еда 2 провести вот такую разменную комбинацию fg7 и bc5 ну и ничья по четыре шашки да все да 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 второй возможный вариант в этой позиции сыграть d5 тогда побили ну здесь надо бить две шашки на е5 бить нельзя проигрывать то есть тогда bc5 допустим bc3 cd4 бой на е7 сперва бьем на е3 выбиваем и затем на f4 ну тут выиграно то есть dc5 единственный ход тогда hg5 ну и на ход cd4 просто hg3 gh2 gf2 d5 уже агония пошла cd6 мы выиграем да жестоко так жестоко в этой позиции правильно бить две шашки а тут ничья то есть допустим побили на куда там на е3 бой бой ну и после двойного размена ничейка так то есть еще раз в этой позиции надо играть именно е6 да а вот ход gf6 уже проигрывает давайте его рассмотрим gf6 белый град dc3 приходится играть fg5 до b2 е6 hg3 приходится меняться назад все форсировано видишь нет вернуть cd4 е6 bc3 ну и тут два варианта есть если играть fg5 тогда здесь выигрывает комбинация так подожди не fg5 ну и fg5 да кстати к тому же сводится пустим если fg7 и gh2 и на fg5 комбо найди на fg5 да и побили на d6 да допустим сюда 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 то есть этот же вариант проходил и на fg5 то есть играем gh2 и на fg7 снова комбинация ну и на fg7 тоже ну давай fg7 в этой позиции рассмотрим да просто fg5 просто fg5 побили побили можно сдаться еще был возможен вариант в этой позиции разменяться d5 вот здесь выигрыш забил их далеко не очевидный смотри бьем f на d6 черные бьют назад bc5 fg5 gf4 е6 куда бы ты пошел забил их так сейчас секунду но просится а b4 просится а b4 именно таким образом но здесь есть два хода fg7 и fg5 если fg5 тогда бьем на d6 и затем на c7 но здесь можно и на f6 побить и на е7 я например выбрал такой вариант сперва бьем на е7 затем играем еф4 ну и тут все быстро сходится в пользу белый пусима b6 b5 dc5 fg3 грозит cd4 поэтому надо нападать cb4 тогда b6 ну и на ход пусиме f6 играем b7 все выигрыш без шансов технично так fg5 рассмотрели еще возможен ход в этой позиции fg7 тогда куда бы ты пошел так офисе может быть жажда даже 2 правильно жажда 2 переждали надо меняться когда bc5 и на ход d7 может cb4 сыграть ну и на е6 просто отдаем fg5 суку сланг черным остается только сдаться а если допустим черные тут еще решают посопротивляться допустим cd6 ну такой не серьезный е6 несерьезный вариант тут даже dn шпиля не доходит на bc5 бьем на d8 bc7 бьют на а3 ставим дамку на f8 ну и на ход а b2 просто отдаем fg3 и на а3 играем легко выигрываем ну хотя подожди нет н шпиль то все таки будет ну так так надо да тут еще треугольник будет короче да кто не знает как треугольник петрова ставить подсказку оставлю верхнем правом углу ладно вроде бы все варианты на сегодня рассмотрели всем спасибо за внимание если понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно сегодня несколько домашних заданий вам тоже дали попытайтесь найти выигрыш тех позициях которые были указаны всем до свидания всем пока и давайте воевать только на шахматной и шашечной доской подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на канал пишите комментарии